Всем привет, мои дорогие зрители! С вами Ориона, и мы продолжаем играть в ARK Survival Evolved на своем сервере, на карте Ragnarok. Сегодня мы будем заниматься постройкой дома. Я разобравась с конструкциями, которые нам предоставляет мод. Получается, которые перечеркнутые конструкции, они ставятся под углом, а остальные идут прямые. И самое главное, что мне понравилось в этом моде, это когда мы устанавливаем какой-нибудь фрагмент, например фундамент, стену, что бы это ни было, мы можем это подобрать назад. Подбираем, и оно нам возвращается. И если мы что-то поставили не так, то всегда можно забрать и установить заново. И еще, очень классно, этот мод позволяет нам делать такие нестандартные конструкции. Например, можно скруглить немножко углы, вот таким образом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока я занималась строительством дома, ко мне пришел Дидикорус. Такая удача, сам подошел к дому. Давайте мы воспользуемся и приручим его. Приручать буду я его на ягодках. Он 114 уровня, лежать будет очень долго. Но я все равно занимаюсь строительством, поэтому времени у меня много, пусть лежит, потихонечку приручается, пока я буду дальше собирать ресурсы и достраивать свой дом. Вот только беда, у меня нет ни арбалета, ни наркотиков, ни стрел усыпляющих, так что мы сейчас по-быстренькому все это соорудим. Для начала нужно поставить ступку, ступку с пестиком, накрафтить немножечко наркотиков, сделать арбалет. Железо здесь совсем рядышком, вот оно под носом, пособираю немножко железа и заодно сделаю железные инструменты. И да, надо будет выучить верстак. А то я ушла в строительство и совсем забыла про важные вещи. Про верстак, про печку. Так, давайте смотреть. Верстак, вот он, открывается на 20 уровне. На него понадобится 5 металлических слитков. И чтобы сделать эти слитки, надо выучить печь. Так, как она пишется, печь? Плавильня? Точно, плавильная печь. Учим. На нее нужны стандартные ресурсы. Волокно, дерево, камень, кожа и кремень. Ну и на ступку тоже надо будет дерево. Итак, ресурсы я подготовила. Сейчас мы скрафтим ступку и пестик. Скрафтим печку. Наберем немножко металла. Наплавим железо. Дидикурс все еще здесь ходит, недалеко. О, я думаю, мы успеем все сделать. Так, додошки мне нанесли яиц. Все это у меня хранится в додошках. В тирадончик еще яйцо снес. Ух ты, еще одно яичко. Свеженькое. Так, ступку на пояс. Печь тоже на пояс. И давайте посмотрим, куда бы лучше поставить печку. Давайте вот в этот угол. Кнопочка 5. Установить печь. В будущем поставлю больше. Одной будет мало. Но пока что будет достаточно одной. Так, закидываем сюда металл, дерево. Зажечь. Кирка у меня железная есть, так что железо сейчас добуду очень быстро. И дерево есть у моего игуанодончика. Такой перевес. Это, видимо, из-за камня. Надо будет разгрузиться. А пока плавится у меня железо, я на своем игуанодоне собираю наркобыри. Сейчас мы накрафтим наркотики. Займемся приготовлением наркоты. И с этих наркотиков приготовим транквилизирующие стрелы. Ну и, конечно же, арбалет скрафтим. Отлично. Металл наплавился. Этого хватит для того, чтобы сделать верстак. Ищем его здесь. Вот он. Верстак. Все ресурсы я собрала. Изготовить. И сейчас куда-нибудь его установим. В нем делается арбалет, железные инструменты. Железная броня. Все самое необходимое. Куда бы мне его установить? Здесь у меня будут стоять печки. Может быть, вот сюда. Около окошечка. Будем мастерить. Все установила. Теперь сюда надо выложить дерево, металл, волокно, солому, кожу. И у меня не выучены инструменты. Ни арбалет, ни инструменты. Ничего не выучила. Так, сейчас все это дело исправим. Так, что мне здесь пригодится? Что выучить? Баласы изучены. Маленькую грядку выучить. Деревянные конструкции не нужны. Деревянные шипы выучить. Цементная паста тоже нужна обязательно. Порох. Да, учим все. Что требуется для изучения пороха. Дальше. Каменная труба. Каменные конструкции. Трубопровод тоже пригодится. Кормушку обязательно. Термошкаф. Тоже с крафтем установим. Крафтится он из обычных ресурсов. И работает на селитре. Селитра, я думаю, ребята, вы знаете. Крафтится в ступке. Из камня и кремния. Выучила инструменты. Теперь могу изготавливать железную кирку. Железный топорик. Также их чинить. Серб. И самое главное, арбалет. Крафтим его. Посмотрим, что у нас там с наркотиками. Наверное, уже накрафтились. Да, 73 штучки. Изготавливаем усыпляющие стрелы транквилизирующие. И сейчас займемся дедикурсом. У меня все готово. Надеюсь, он никуда не убежал за это время. Арбалет наготове. Стрелы заряжаем. Пойдемте найдем его. Где-то ходил около дома. И животным своим пассивку поставить. Чтобы не заступались за меня. И не убили колобка. Так, всем пассивка. Все, наконец-то стрелы докрафтились. Теперь можно приступить. Целимся ему в голову. КОНЕЦ Убегать начал. Это хороший признак. Возможно, скоро я его усыплю. 114 уровень. Такого вырубить не так легко. Только подалеку от дома не убежал. Хотелось бы его как можно ближе положить. КОНЕЦ Ну, наконец-то. Долго я с ним возилась. Но все-таки вырубила. Теперь надо ему закинуть сюда ягодок. Кибла у меня пока что нет. Фермочки я еще не успела сделать. Так что буду приручать на ягодках. А с ягодками мне поможет мой игуанодунчик. Фиолетовые ягоды. Так, наркотиков у меня нету. Придется еще покрафтить. Так, вот он лежит. Около пчелок. Около улья. Держи, кушай, приручайся. Сейчас посмотрим, как он кушает. Или, наверное, еще не проголодался. Не кушает. Надо еще подождать. А нет, покушал один раз. Приручение 1,4%. Да, это надолго. Но потихонечку, потихонечку приручится. И надо будет еще седло сделать для него. Давайте-ка мы сразу же его выучим. Седло для Дидикуруса. Учится на 34 уровне. Понадобится волокно, камень, кожа и слиток металла. Крафтится все в верстаке. Ну, все эти ресурсы у меня тоже есть. Думаю, к тому времени, как у нас проснется Дидикурус, седло я уже успею скрафтить. Я просто посмотрела, ребята, здесь мод нам добавляет очень красивые каменные конструкции. Так, это дерево. Вот они. Здесь можно изготовить целый замок, построить. Здесь такие красивые вещи есть. Но камень вручную собирать очень долго, поэтому Дидикурус в любом случае нужен для того, чтобы быстрее и удобнее было собирать камень. Можно такую красоту сделать. Решетки есть. Маленький симпатичный корнотаврик убегает от меня. Детеныш. Топает, как взрослый. Хорошенький такой, цвет очень красивый. О да, ребятки, мне сегодня везет. Пока собирала наркоберри, нашла фиомию недалеко от дома. Мы ее сейчас тоже приручим. Она мне нужна для производства компоста. Как вы знаете, фиомию можно кормить белыми ягодками. И она будет постоянно производить фекалий. А здесь кто-то приручил грифончика, похоже. Симпатяшку приручили. Ждет хозяина. Так, фиомия. Поближе к дому бы ее подогнать. Хотя ладно, давайте прямо здесь. Баласы у меня есть. 18 уровня, маленькая. Приручиться быстро. Спутаем ей ноги. И пару стрел в голову. Даже одной стрелы хватило. Погодите. Это маленькая фиомия, юная. Совсем юная фиомия. Она еще не взрослая. Ее нужно будет вырастить. Дорастить, скорее всего. Я не приручала юных животных, еще не знаю. Детеныши не приручала здесь. Так, ягодки. Закинем ей в инвентарь. Пусть потихонечку приручается. Кушает и похрюкивает. Да, быстро встанет. Думаю, даже наркотики ей не понадобятся. Побольше ягодок на всякий случай. Так, а я дальше собирать наркобыри. А то у меня там Дидикурус скоро может проснуться. Давайте-ка мы сейчас скрафтим седло для Дидикуруса. Ресурсы я принесла. И сбегаем проверим его. Надо будет его покормить наркотиками, чтобы он не проснулся. И, скорее всего, Фиоми у нас уже приручилась. Надо будет ее привезти. Так, седло есть. Наркотики у меня с собой. Побежали. Проведаем животинку. Так, приручился на 28%. 28%. Кушай наркотики. Кушай наркотики. Думаю, этого будет достаточно. Пусть у него лежат. И пойдемте теперь проведаем Фиомию. Она у нас была там же, где приручали Грифона. Так, Грифончика. Вон она стоит. Уже проснулась. Получается, детеныш. А точно, смотрите, ребята, взросление. 88%. И она попросит уделить ей внимание. Через час. Ничего себе. Так, получается, мы можем приручать детенышей, уделять им внимание и выращивать их. Здорово. Слушайте, как классно. А детенышей ведь у нас может перетаскивать даже птеродончик. То есть я могу найти какого-нибудь сумчатого льва или волка, детеныша уже сейчас. И вырастить его. Так ведь? Здорово. Так, Фиомия, красавица моя, пойдем со мной. Вот интересно, если она детеныш, можно ли ее насильно кормить белыми ягодами? И будет ли она нам давать фекалий? Сейчас мы это тоже проверим. А то, возможно, это делают только взрослые Фиомии. Что-то она там подзастряла. Ну-ка, иди сюда. Так, белые ягодки. Сейчас мы тебя покормим насильно. Нет, фекалий не производит. Видимо, надо будет дождаться, пока она вырастет, либо приручить еще одну Фиомию, взрослую. Вот там, кстати, через речку я видела еще одну. Животинку. Ну что ж, приручили, так приручили. Надо отвезти домой. Вон, вторая Фиомия. Взрослая или тоже детеныш? Так, это у нас взрослая Фиомия, самец. Да еще и 120-й. Ух, долго будет лежать. Ладно уж, давайте эту дорастим. Где она? Бежит медленно. КОНЕЦ 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 Ну вот, не успела я еще достроить дом, а Дидикурус уже приручился. Так, давайте-ка мы его оседлаем. Ух ты, ребятки. А у него камни внутри. Получается, он сам набрал эти камни, пока здесь стоял. Ну, интересно. Так, качать я ему буду вес, и только вес. Все, вес. Вот, теперь у меня есть хороший помощник по сбору камней. Теперь будет проще. Как только подрастет маленькая Фиомия, ей там немножечко осталось, так можно будет заняться грядками, сделать компост. Для меня сегодня была такая приятная новость, что детенышей можно не только приручать, но еще и выращивать, качать им привязанность. Фиомия у меня выросла, стала совсем взрослой, теперь можно заняться и грядками. Я скрафтила 8 средних грядок и скрафтила водопровод, чтобы провести каменные трубы. Начну, пожалуй, с водозабора. Водозабор поставлю в воду. Примерно в этой области я планирую сделать огороды. Так, водозабор поставлен. Дальше. Труба вертикальная. На пояс. Труба наклонная. Труба прямая. Так, теперь труба прямая. Дальше можно поставить крестовину. И вот отсюда будет литься водичка. Давайте-ка хотя бы один краник установим. Скрафтила пока один. Да, все правильно, водичка пошла. Теперь к этой водичке мы поставим грядки. Кнопочка 6. Чтобы не промахнуться. Так, раз, грядка. Вот такой вот у меня первоначальный огород получился. Оградила я его симпатичным плетеным забором. Поставила калитку. Остается только засеять сюда семена. И положить компост. Все грядки орошаются. Пойдемте помучим фиумию. Мне нужно много фекалий. Кормим ее насильно белыми ягодами. Стимбери. И она будет нам активно производить фекалий. Так, и качать ее надо в еду. Все вкладывается в еду. Так, теперь собираем все эти фекалии. Сейчас их перемешаем вместе с соломой в ящики для компоста. И через какое-то время, по-моему через полчаса, у нас будут производиться мешки с компостом. Которые очень хорошо удобряют грядки. Берем солому. Закидываем все это в ящик. И остается теперь только ждать. Так, я накрафтила еще два ящика с компостом. Давайте-ка мы их тоже установим. Рядышком. Раз ящик. Два ящик. Но в будущем я приручу специальных жучков, которые производят компост. А пока что посидим на этих ящиках. Временно. Давайте засеем грядки. Семена я добыла. Картошечку уже посадила. Она зацвела. Так, сюда мы посадим морковку. И грядки я все удобрила при помощи фиомии. Пока что фекалий. Компост еще не готов. Хотя, возможно, уже готов. Надо заглянуть, посмотреть. Сюда тоже морковку. Следующая грядка будет с лимоном. И две последние грядки с кукурузой. Кукурузочка. Все, готово. Сейчас проверим компост. О, смотрите-ка. Готово. Так, забираем. Сейчас удобрим. Забираем. По одному мешочку уже у нас готово. Сюда можно подкинуть фекалии и еще соломы. Чтобы у нас компост дальше производился. Удобрение 121 тысяча. А без мешочка 67. То есть нам мешочек дает 54 тысячи удобрений. Ну и напоследок я приручу еще анкила. Анкилозавра. Потому что он ходит тоже недалеко от дома. И мне он очень нужен. Уровень у него 162. Долго будет лежать. И хочу я его поближе к дому как-то увезти. Игуанодону. Пассивку. Ну давайте потихонечку будем в него напуливать и везти к дому. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пишем здесь анкила. Крафтится оно в верстаке. 140 волокна, 260 кожи и 10 железа. Вот он и проснулся. Самец же у нас, да? Ты у нас самец? Да, пол мужской. 238 уровень на ягодках. Следует за мной. Сейчас я ему сделаю седло. Тут у меня гости общаются. Пока у меня анкилочка приручалась, я притащила еще дудошек, пару самочек приручила. И двух дилофазавриков, чтобы мне яйца несли. Потом надо будет больше принести дилофазавров поприручать. Поставила еще печек дополнительно. Установила термошкафы. Надо принести нефти раздобыть, чтобы мяско коптилось. Так, седло. Седло, седло на анкилозавра. Все ресурсы уже набраны. Вообще анкила мне очень нравится. Универсальное животное. Способно собирать и кремень хорошо, и металл добывает, и немного камня. Солому, много ягодок можно добыть. Собирает практически все. Так что сейчас наберу металла около дома целую кучу. И наплавлю в своих печках. И на этом все. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока-пока.